Всех с прошедшим Новым Годом, с наступающим Рождеством, те кто празднует и те кто верит, ну у него. Сегодня у нас будет коротенький обзор, я бы даже не сказал, что обзор, просто я хочу немного выпить, а может даже и не немного, и просто сделаю обзор своих новогодних рождественских напитков, которые я пью, и которые в принципе, ну они не традиционные, но в принципе, в принципе пойдет. Короче, сегодня у нас пиво и вино. Пиво очень ежегодно, традиционное пиво на Рождество, на Новый Год, на эти праздники. Рездвяны от Львовской. Каждый год оно в этот период выпускается. Раньше оно выходило в стекле. В этом году его сделали еще в пэте, ну в пластике и в баночном варианте. Ну я купил пластики, чтобы больше выпить. Короче, я так, все эти варианты, ну все эти пивные, родственские, новогодние эти, пиво, оно все, по-моему, все темное, короче. Не по-моему, а точно такие есть. Наливаем на Львовское Рождественское. Хотя, многовато налил, ну ладно, похуй. И в этом году пришел новый конкурент, не новый, а просто конкурент, который пришел выбить дуль из Львовского, получить часть, или как сказать, даже я их не знаю, часть рынка в эти праздники. ППБ, тоже такое называется Рездвяный Смак. Вы даже посмотрите на эту ферню. Они даже практически идентично похожи, просто бутылки разные. Это очень, я, странно, я надеюсь, оно не будет одинаковым просто. Ну, ППБ-шка сделали в пластике и в стекле. Поменьше налью. Хотя, ладно, налью это столько. В пластике и в стекле. В банке, конечно, они не сделали, но все равно. И сейчас мы выберем, кто же из этих двух, как сказать, даже, гигантов пивной промышленности лучше делает новогоднее пиво. Так, я сейчас смотрю, так, по цвету они одинаковые. Блядь, надеюсь, по вкусу они не будут одинаковыми, потому что по ценам я не помню, сколько оно стоит. Да и похуй. Ладно. Тестим. Нормально, нормально. Они разные, точно. Мало, конечно, чем отличаются, но они разные. По-моему, в этом тут есть кориандр, а тут что-то типа гвоздики или что-то типа того. Тут написано как. Ну не хотят, типа пишут, смешать пиво с полстаканом апельсинового сока и специями. И типа будет, ого, кстати, надо будет так попробовать. А тут у меня сейчас нет апельсинового сока. Тут 4 и 4. Хочу посмотреть, что они тут пишут. Ну, тут написано натуральный экстрактор из идеальной специи. Ну, блядь, конкретики никакой вообще. Да, нихуя, никакой конкретики нема. Может, тут что-то будет. Ммм, тут поконкретнее. Практически то же самое. Да, конечно, они не одинаковые, но очень похожи, очень. Эээээ, что лучше? Блядь, надо же сказать, что лучше? Львовское. Однозначно, Львовское. Немного лучше, чем ТУТУБР. она держит свой марк а это вроде как новинка я так понял это димбийское пиво и по тура написано рождественской алкоголь от 5 и 9 кстати здесь сколько мог стать папа башка 5 и 2 спирт поэтому по вкусу это лучше хотя это больше по градусу так у нас 5 и 5 написано christmas целинбир не рекоменда бельгия не франция покер открывая я надеюсь она будет прикольным конечно тут очень мало и она не очень тут всего же 50 грамм и она стоит намного она стоит также как едет одну из них вот такой вот цвет и так понял это не светлая типа полутемная конечно же никто ничего не написал на цвет это не светлая это полутемная не как пробовал интересно немного терпковатый вкус запах у него такой интересный ну короче интересно но того не стоит особо не стоит даже пробовать я я думал будет намного лучше будет думал будет больше фруктового вкуса и всякое такое ну нихуя это чистая тишина не стоит вообще ну и напоследок однозначно нет сейчас вы увидите вставки в этом видео как я его готовил в принципе можно готовить по разному я приблизительно вот так готовлю можете прям сейчас сейчас прям и сможем вот сейчас сейчас мы сварим традиционный рождественский напиток немецкий под названием лентвейн короче для этого нам надо кастрюленцы самое дешевое винище которые вы можете найти в магазе типа литрушку в тетропаке берем и все это самый дешевый вариант все равно вкус вина этого не почувствуете без разницы какое оно там на вкус наливаем в кастрюлю все налили последние капли скручиваем так теперь нам надо палочкой корицы парочка бадьяна парочка семена бадьяна как и семена кардамона 3-4 ваздики нарезанный имбирь 5 столовых ложек сахара можно без горки слишком сладким тоже не делайте типа должно быть небольшой кисленькой конечно с лимон с лимоном я конечно проебался но ничего страшного и без лимона короче получится так теперь зажигаем газ ставим на плиту это варево и греем его пока оно не начнет ну короче не доводим его до кипения нагреваем чтоб оно была типа горячей и все пробуем просто на вкус на сколько достаточно ли оно чтоб сахар растворился и достаточно ли оно горячим и все главное чтоб оно не кипело если оно выкипит ну это бессмысленно будет потому что весь спирт испарится какой то да смысл вообще в этом глинтвене правильно никакого так что все варим так все видим что он немного подкипает уже нагрелся выключаем и снимаем его с плиты так теперь берем сито и типа аполлон берем стакан для глинтвена и наливаем все стакан глинтвена мы набрали не можно приступать к все посмотрели теперь мы тестим наше варево ммм это намного лучше тем все вот это это стопуду греет прямо нутро чрево с холодными зимними вечера можно сесть у окна возле подоконника смотреть в окно как падает медленно смерть кстати он прямо сейчас очень медленно падает и попивать теплое винище ммм отлично мой выбор на рождественские праздники однозначно глинтвен оно конечно дороже но нахуяриться с него можно больше берите крепкое вино или обычное но хотя бы ну не слабо крепкое короче есть такое хуйня не берите тетропаки там где написано лимфин это хуйня там градусов намного меньше и вину получится намного хуже видите просто обычное вино какое-то изабелла Каберне хуй знает такое похуй если найдете креплены берите креплены намного лучше будет добавляйте специи все хуйня варите и получается просто охуенно все будет офигенно неприятно все будет всем пока подписывайтесь на канал ставьте лайки ебашки колокол свобода чтобы он вам напоминал о моих новых видео подписывайтесь на летсплейный канал там тоже часто выходят видосы интересные как раз под градусом на все ссылки все в описании всем пока до встречи с праздниками ебашьте бухайте до встречи до свидания Продолжение следует...